И этот час начинаем сразу с беседы. В нашем эфире Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Михаил, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Да, добрый вечер. Михаил, однажды общаясь в нашем эфире с известным политическим деятелем, математиками, журналистом Андреем Андреевичем Пятковским, я услышал от него вот такую мысль. Он сказал, что Путин, имея набор вариантов по выходу из какой-то сложной ситуации, всегда выбирает самый немыслимый, абсурдный и худший для себя, ну и значит для России. Наверное, это правда, как считаете? Вот начиная с принятия решения о вторжении в Украину, заканчивая вот этой истерикой сейчас с псевдореферендумами и частичной мобилизацией в России. Это более сложный вопрос, чем может показаться на первый взгляд. Это вопрос психологического статуса не только господина Путина, но и в принципе трендов, которые имеют место в российской политической элите. Они ведь жили в иллюзии, что действительно их боятся, и поэтому они всегда шли по пути эскалации как таковой, даже в рамках каких-то дипломатических процедур или в рамках каких-то переговорных процедур. И, соответственно, они сформировали такой, знаете, такой образ для себя, особенно господин Путин, что его нужно бояться за непредсказуемость и за принятие абсолютно вроде бы невыгодного пути развития для России. Вот как они себе это представляли, пока не столкнулись с Украиной. Я сейчас перейду к Украине, будет понятно, почему. То есть они всегда выбирали какой-то непредсказуемый путь, который был глупым на первый взгляд. То есть он как бы ограничивал какие-то возможности России, приносил ей какие-то убытки. Но в силу того, что мир, и это, к сожалению, одна из причин этой войны, вы затронули, кстати, очень хорошие вопросы психологии развития мира, и почему, собственно, эта война случилась, потому что это не только объективные предпосылки, но и селективные. Так вот, мир, вместо того, чтобы действительно сказать Путину, смотри, дружок, ты ведешь себя крайне неадекватно, и твои решения выглядят странно раньше, допустим, 2008 год, 2014, или те события, которые привели, например, к аресту того же Ходорковского в свое время, в 2003-м, и отмены выборных процедур в Российской Федерации, или, например, бесланская трагедия, которая только усугубила проблему окончания свободы внутри Российской Федерации, то, что происходило с телеканалами в России и так далее. Вот эти все шаги, скажем так, западные партнеры говорили, ну да, это как-то необычно, это, наоборот, ухудшает положение России самой, но, тем не менее, никаких последствий для России это не имело. И вот Путин всегда понимал, что он может поступать нетрадиционно, шокирующе, и, наоборот, это будет только дополнительный доход, да, то есть люди будут говорить, да нет, а чего сталкиваться и связываться с этим человеком, он ведь абсолютно беспределит. Кроме Украины. Украина сказала, да нас не волнует твоя беспредельность, дружок, вот ты зашел на нашу территорию, будет полноценная война. Ты за три дня захотел взять ее, так вот ты за три дня можешь потерять все свои наиболее функциональные, боеспособные, специальные части. Ну, не за три дня, а немножко больше, но он их потерял. И поэтому дальше, когда что-то Путин заявляет, Украина ему говорит, смотри, мы абсолютно точно читаем тебя, знаем тебя, понимаем, как ты думаешь, и понимаем весь твой абсурд и набор твоих аргументов. Для нас не это составляет какую-то проблему, ты открытая книга для нас, и мы понимаем, что ты будешь делать абсолютно абсурдные шаги, и мы хотим, чтобы ты их делал, потому что вот в таком виде Россия с такими лидерами существовать дальше не должна. И, соответственно, к сожалению, просто Украина платит за это высокую цену, за вот это знание для всего мира. Весь мир сегодня видит, ну, я имею в виду цивилизованную часть, понятно, что там в каких-то странах, которые действительно абсолютно далеки от того, что происходит в Украине, им все равно, что здесь убивают людей и так далее и тому подобное, но тем не менее, вот эта цивилизованная часть мира, она видит и воочию убеждается в нелепости существования такого типа политики, который долгое время исповедовала российская политическая элита, и который долгое время поддерживала европейские страны, потому что они боялись сказать Путину, смотри, дружок, правила, для того и правила, чтобы им следовать, а не их нарушать и бравировать. Михаил, тут на подтверждение ваших слов следует отметить и сакцентировать на той риторике и тех словах, которые сегодня на Генассамблее ООН говорят, и тот же Олаф Шольц, и Эммануэль Макрон, которые, ну, скажем, откровенно, не всегда называли вещи своими именами и пытались где-то балансировать, а сейчас они в открытую говорят, кто занимает нейтральную позицию по войне в Украине, тот просто причастен к этим всем убийствам, и это верх цинизма, верх империализма, как сказал Шольц, говоря о поступках и решениях Путина. То есть, действительно, Украина заставляет мир по-другому смотреть, открываются глаза сейчас, конечно, ценой очень высокой и большой, которую платит наша страна. Безусловно, переосмысление всего, что предшествовало войне, переосмысление общеевропейской доктринальной политики в отношении России, которая привела к этой трагедии, ну, тут тоже надо вещи прямо называть своими именами, вот эта вся открытость Европы, вот это с 97-го года начиная, когда было принято решение о том, что Россия чуть ли не ключевой партнер НАТО в Европейском Союзе, ну, то есть, соответственно, а потом Россия начинала максимально быстро интегрироваться в общеевропейскую экономику, а дальше в общеглобальную экономику, и начинала, более того, сидеть за столом J8, вы помните, да, J20, диктовать какие-то условия и так далее. Это, безусловно, сейчас происходит переосмысление всего этого, потому что рядом сидел, по сути, реинкарнация дьявола, да, ну, то есть, в таком я, конечно, утрированном плане говорю, да, ну, то есть, имеется в виду не конкретно господин Путин, да, Россия, это была страна, которая, ну, выглядит совершенным образом, ну, не так, как люди это себе представляли. И вот это прозрение, да, оно чрезвычайно страшной ценой для Украины, чрезвычайно, подчеркиваю, но вы знаете, я всегда говорю, да, нам больно, но кроме Украины, кроме Украины никто даже близко не смог бы обнажить реальную сущность современной России, заплатив за это высокую цену и доказать, что в таком виде государство не то, что не может сидеть за столом равных, да, и определять правила, эта страна в таком виде не может существовать, иначе риски для нестабильности мира, для хаотизации мира будут существенно возрастать, и поэтому Украина готова пройти свой путь от А до Я, и мы его идем, тяжелый путь, кровавый путь для нас, и мы будем платить за не только прозрение мира, но и главное, мы будем платить за окончание многолетней войны вокруг существования, права на существование украинской государственности, потому что Российская империя, а сегодня Российская, по сути, империя там 3-0 уже, да, или там 4-0, но, соответственно, эта империя в любом случае не сможет существовать на равных, когда будет существовать вот такое свободное, конкурентное, демократическое государство под названием Украина. Михаил, а давайте поговорим сейчас с вами о прозрении россиян, которое, ну, лично я верю, ну, должно уже случиться, может, уже оно происходит сейчас на наших глазах. Вы очень, кстати, здорово сегодня написали, обыграв фразу «все идет по плану», очевидно, что все идет не по плану, когда объявляется мобилизация, и, как вы сказали, шел 210-й день объявленной трехдневной войны, да. Так вот, скажите, какой вопрос должен себе задать сейчас простой россиянин, обладающий, не знаю, хотя бы средним образованием, когда слышит от министра оборону своей страны Шойгу, что потери российской армии в войне с Украиной, или в спецоперации, как они называют, составляет около 6 тысяч солдат, и тут же слышит от своего президента Путина, что он объявляет мобилизацию. Ну вот, арифметика явно не сходится, это ж какая мизерная по своей численности должна быть вторая армия в мире, чтобы потери в 6 тысяч солдат стали для нее настолько критическими, что нужно объявлять мобилизацию по стране. Но ведь должны же задуматься. Отличный вопрос. Смотрите, что касается таких субъектов, как господин Шойгу, да, ну вы уж видите, как психотип этого человека, его интеллектуальный уровень, его вербальную лексику, там все достаточно четко, внятно прописано, и не только у господина Шойгу, к сожалению, для российского общества, конечно, у них элита выглядит чрезвычайно и чрезвычайно странно, я так деликатно скажу. Я сейчас назову вопрос, который должен задать простой человек сам себе, когда он смотрит на господина Шойгу, и есть вопросы, которые являются вечными вопросами для российского общества в целом. Простой вопрос — это что они курят? Вот когда вот это все говорят на публику, на полном серьезе, с таким, знаете, опять же, вальяжным видом, бравируя, да, ну то есть сидит человек, который, по сути, проигрывает войну, потому что видно, что с его интеллектом, конечно, вести боевые действия можно только разве что против там собственных, наверное, родственников. Но тем не менее он так вальяжно рассуждает о войне, и в таких категориях, смотрите, 6 тысяч, но мы 240 имели сразу, 6 потеряли, но нам сейчас надо еще 300, а вообще 300 — это тысяч мобилизованных потенциально, это всего 1% от мобилизационного резерва Российской Федерации. Мы вообще 30 миллионов можем отправить зомби воевать в Украину, в которой, собственно, проживают чуть больше 30 миллионов. Да, то есть адекватность этого человека зашкаливает, и кроме вопроса, что они курят, необходимо было бы сказать, а есть ли какие-то специальные, скажем так, психоаналитические школы, где эти люди могут получать надлежащую помощь для того, чтобы все общество не попадало в подобные истории с такого типа войной. Кстати, между прочим, чтобы вы понимали, это всего лишь третья мобилизация за всю историю России. Да, да. 14-й, 41-й, да. Да, и вот сейчас 22-й. То есть люди должны сказать, смотрите, у нас мобилизация — это что за враг такой, против которого объявлена, по сути, частично, по сути, всеобщая мобилизация. Это первые вопросы, да. Но есть главные вопросы, на которые, к сожалению, Россия так и не научилась отвечать, поэтому это Россия в таком виде исчезнет с лица цивилизации, как таковой в целом. Ну, будет какая-то другая, на ее месте существовать государство, тоже сможет с названием Россия, но тем не менее в другой конфигурации. Но и главное, что Россия, конечно, в историю будет вписана крайне негативными черными буквами. Так вот, есть два вопроса. Я не понимаю, почему они так и не научились на них отвечать. Это же ключевые. Первое. Кто виноват? Ответьте на вопрос, кто виноват, и вы поймете, почему вы за этих людей, не дееспособных, платите такую цену. И второе, что делать? Что делать вообще самый ключевой вопрос. Если вы понимаете, кто виноват, то тогда вы должны зайти к этим людям и задать вопрос. Ребята, что мы с вами должны сделать? Потому что вы привели нас, каждого из нас, к личной трагедии. Потому что теперь каждый из нас, во-первых, является гражданином страны-изгоя. Во-вторых, на нас смотрят СИКОСов. В-третьих, мы находимся сегодня на грани того, чтобы зайти и погибнуть в суверенно другой стране. Непонятно, за что мы воюем. Потому что все ваши лозунги не соответствуют действительности. То есть, если Россия, в конце концов, хотя бы раз ответит правдиво на вот эти два вопроса, у них таких субъектов, которые вот такую политику проводят, быть в принципе не сможет. Но, видимо, россияне с каждым днем все же убеждаются, что их все время обманывали, постепенно загоняя их жизнь в страну-тюрьму, из которой теперь только на фронт можно попасть. Визу военкомат быстро поставит. Как вы оцениваете настроение в России на сегодняшний день? Известно, что как только Путин заявил о частичной мобилизации, всего в течение нескольких минут раскупили все прямые авиабилеты Стамбул, Тбилиси, Ереван. Сейчас очереди в направлении Финляндии, в трендах российского гугла, как уехать из России, как уйти от мобилизации. Оппозиция сейчас призывает выходить на центральные улицы городов, и уже выходят люди. Что будет, ваш прогноз? Будет то, что всегда в России происходит. У них же невозможен цивилизованный диалог, понимаете? Они же суверенная демократия, как вот был такой субъект, еще один очень интеллектуальный субъект, я иронично говорю, господин Сурков, который придумал этот термин суверенная демократия. У них нет конкуренции, у них нет общественного диалога. Они не могут задать себе эти вопросы, найти на них какие-то ответы. И, соответственно, в России будет происходить то, что всегда столетиями в России происходит. Россия достигнула определенного уровня жизни, отказывается добровольно от этого уровня жизни, а не отказывается от возможности свободно путешествовать по миру, отказывается от интеграции в экономическое глобальное пространство, отказывается от возможности пользоваться технологиями, общедоступными глобальными технологиями. Россия замыкается. В этот момент внутри начинается бурление. Вот это все, что сегодня обозначил господин Путин, это как раз абсолютно четко он открыл клапан бурления, то есть добавил кипяточка туда, в эту, скажем так, варивая это внутреннее, когда нет дискуссий, а все варятся и что-то кричат. И, соответственно, все это в итоге придет к очень быстрому обрушению государственной вертикали, потому что она уже несостоятельна. И люди, кстати, в России понимают, исходя из того, что они видят происходящее в Крыму, происходящее на линии фронта в Украине, несоответствия тем пропагандистским крикам, которые до сих пор кричат у них в студиях, они вот этот диссонанс уже чувствуют, они начинают задавать вопросы, они начинают беситься, они не хотят воевать, потому что они не понимают, что это за война, где все погибают, но при этом цели мы не понимаем. Мы зашли на чужую территорию, нам сказали защищать какой-то Донбасс, а какое отношение Донбасс имеет к жителям, условно говоря, Екатеринбурга? То есть зачем им защищать какой-то Донбасс? Что за абстракция какая-то? И, соответственно, в итоге все это приведет к ключевому развитию эволюционному Российской Федерации. Я специально говорю эволюционному, потому что Россия вот такими эволюционными скачками развивается. Классическому, российскому, уважаемому всеми россиянами бунту. То есть люди будут бунтовать, и, соответственно, рано или поздно начнутся необратимые процессы по демонтажу вот этой политической системы. И тут вопрос, они будут внутренне сильно кровавыми, мало кровавыми, или более-менее такими, которыми они были в 91-м, 93-м годах, когда небольшие события происходили только, собственно, в Москве. Михаил, а знаете, некоторые эксперты связывают вот эту внезапную горячку со срочным проведением псевдореферендума и частичной мобилизации с тем, что что-то случилось в Самарканде на саммите ШОС в Узбекистане. Мол, Путину там могли что-то сказать, или пример Индии, или Си Цзиньпинь, либо Эрдоган. Как думаете? Или это агония Путина как раз и говорит об обратном, что мировые лидеры, наоборот, могли его призвать убираться из Украины, прекратить войну, а он им всем еще пытается что-то доказать сейчас? Я думаю, что мировые лидеры, к сожалению, сегодня не ведут себя как господин Зеленский и не могут ничего там достаточно прямо и жестко заявить. Они могут просто поморщиться или отойти в сторону. А в Самарканде происходила достаточно простая и абсолютно визуализированная картинка, когда приехал человек вчера, считавший себя глобальным лидером, которого все боялись. И так оно реально было. То есть и медиа в этом сыграли определенную роль. А тут приехал человек, на которого никто не обращает внимания. Ну, ходит там кто-то, стоит в одиночестве, ждет для брифинга, ждет президентов других стран. Соответственно, с ним никто специально не общается. То есть очень рутинно, что подчеркнуло главное для господина Путина, что он стал изгоем глобальной политики, аутсайдером, с которым даже те союзники, очень близкие, что в рамках ШОС он там вообще, в принципе, считал себя ключевым доминатором. То даже в этом узком сегменте, где он надеялся обрести до конца своей жизни друзей, искренних друзей, к нему ставятся как к максимально показательному, демонстративному неудачнику. Конечно, это тяжелое время. Вы понимаете, когда человек посадил уже себя на Олимп, рядом с олимпийскими богами, где-то там Зевс обслуживал его с нектаром ходил. Ну и, соответственно, когда этого человека возвращают к реальной жизни, и когда он виден, когда мимо него проходит президент Узбекистана, допустим, и не смотрят в его сторону, потому что там идет Си Цзиньпинь, к которому надо подойти и пару слов сказать, то, конечно, это абсолютно точно обрушило весь внутренний мир господина Путина. И, соответственно, он приехал в крайне разобранном психологическом состоянии, который еще и понимает, что война, которая идет 209 дней, 208-210 на сегодняшний день в ней, она развивается не по его сценарию, и плюс внутри страны его начинают обзывать несостоятельно, и плюс он видит, что обрушается вертикаль, потому что начали сыпаться везде, проявляться какая-то уже региональная напряженность, то, конечно, человек принял для себя крутое решение. А давай я проведу референдумы эти, абсолютно безумные, потому что проводить референдумы, когда ты военным путем захватил часть территории, там идут активные боевые действия, и ты считаешь, что это имеет какую-то ценность, слово референдум, это абсолютно говорит, что ты оторван даже от каких-то элементарных возможностей объективно оценивать окружающую реальность. Поэтому, конечно, мы имеем такие последствия. Последствия, как принятие подобных абсолютно прогнозируемых решений, которые в итоге, на мой взгляд, да, тяжело нам будет еще, потому что война будет длиться какое-то время, но тем не менее, господин Путин четко обозначил направление собственного движения на дно. Но, если уже заговорили о Самарканде, там ведь он поднял тему переговоров и жаловался, к примеру, Индии, что, мол, Украина хочет завершить войну на поле боя, а не на переговорах. И потом, опять же, президент Турции, Эрдоган, сказал, что Путин дал ему понять, что готов покончить с войной как можно скорее. Но, опять не сходится. После этого обстрел Южно-Украинской АЭС, Запорожской АЭС, снова бомбят и стреляют по нашим мирным городам, снова вскрываются страшные военные преступления, на этот раз в Изюме. то есть, не знаю, такое впечатление, что они там в Кремле не меняют свою заезженную пластинку. Абсолютно... Дело не в том, что просто нужно понимать, что господин Путин и правда это два абсолютно противоположных понятия. Его слова не имеют никакого значения. Это абсолютно бессмысленно слушать то, что он говорит. Но давайте рассуждать, даже если допустить, что вот в его словах есть хотя бы толика какой-то объективности. Что значит переговорный процесс сегодня? Смотрите, мы же не воюем где-то на пограничной территории, на спорной территории. Они зашли войсками на территорию Украины. Они захватили часть территории Украины. Они убивают мирных граждан, разрушают инфраструктуру, разрушают города, наносят удары по ТЭЦ, гидротехнике и так далее и тому подобное. Ну то есть, грубо говоря, идет абсолютно четкая война на территории одного государства. То есть, переговорный процесс по идее господина Путина должен означать, что Украина должна принять ультимативные требования Российской Федерации. Это единственный вид переговоров, который он понимает. Украина должна сесть и сказать, извините, пожалуйста, Пахан, мы принимаем ваши правила, мы принимаем ваши требования, мы соглашаемся с тем, что мы должны отвезти своих людей, оставить вам территорию. Вы там можете убивать дальше. Нам все равно. Это же наши граждане. Вы их там режете. Ну, пожалуйста, продолжайте это резать. Господин Путин всерьез считает, что кто-то должен с этим согласиться. Нет. Нет, конечно же. Переговорный процесс возможен, когда мы понимаем свои цели. А у нас цели простые. Мы не хотим повторных войн. Мы не хотим присутствия Российской Федерации в своей жизни в любом виде. В любом пока виде. Я думаю, что на определенное там время мы не захотим и экономических отношений никаких иметь, и даже трансграничных отношений. Мы захотим, чтобы они облетали нашу сторону по слева и справа. То есть, чтобы их здесь не было. Физически Российской Федерации не было как присутствия на нашей территории. Потому что это будут последствия войны. Так вот, и переговорный процесс сегодня возможен только в одном виде. Ребята, отправили свои войска за пределы международно признанных границ Украины 1991 года, включая Крым, после этого сели и обсудили с точки зрения компенсации за разрушение, компенсации за убитых мирных граждан, компенсации за уничтоженные города, условно говоря, компенсации за 12 миллионов переселенцев, выдача военных преступников, обязательно, особенно коллаборационистов, таких вот, которые, Симон Балицкий, вот эта вся, Аксионов и так далее. После этого сядем дальше говорить о том, как мы можем не замечать друг друга какое-то время, как мы сможем существовать так, чтобы не оскорблять друг друга через границу. Вот все переговорные позиции. И господину Путину, конечно же, это неведомо, что переговоры, это немножко другое, чем он в это слово вкладывает смысл. Поэтому нет смысла обсуждать предложение господина Путина о переговорном процессе, потому что слово переговоры, словом переговоры он заменяет слово ультиматум. И примечательно, что сегодня МИД Китая, услышав объявление Путина о частичной мобилизации, призвал все стороны конфликта в Украине к прекращению огня и урегулированию путем диалога. Кажется, что и некогда демонстрирующая нейтральность в этой войне Китай уже и там понимает, что Путин пересек все красные линии. Ну, скажем так, пусть Китай сам определяет, как он хочет в среднесрочной, долгосрочной перспективе выкликнуть от оппозиции. Китая должна быть, да, они должны сами просчитывать. Китай, кстати, отличается тем, что может просчитать многоходовый план собственного, скажем так, позитивного результата. И, честно говоря, мне кажется, что уже очевидно, что и в среднесрочной, долгосрочной перспективе поддерживать Российскую Федерацию это только зафиксировать себе убытки. Убытки в будущем, да, и, соответственно, большие убытки в будущем. Поэтому крайне невыгодно сегодня так или иначе поддерживать Россию. Это первое. Второе. Да не может быть никакого временного перемирия и какого-то стола. Еще раз подчеркиваю. Временное перемирие это новая линия разделения. Это Минск-3-0. Минск-3-0 это означает, что будет следующая война в большем объеме. Минск-3-0 означает, что мы не сможем вернуть своих переселенцев. Минск-3-0 означает, что мы не сможем остановить экономику, что мы не сможем, условно говоря, привлечь инвестиции. Минск-3-0 сегодня означает, что Украина будет постепенно загнивать и умирать. То есть, в принципе, это тоже устраивает Путина, да, с точки зрения, если не смог военным путем, то за какое-то время она ослабнет, европейская и американская поддержка отойдут в сторону, и я тогда объявлю там следующий этап войны и добью то, что не добил. Ну, то есть это абсолютно бессмысленно. То есть я, честно говоря, даже не понимаю, знаете, меня всегда удивляет. Неужели в мире еще кто-то остался, кто не понимает абсурдности этого? Мы ведь показываем, что мы намного глубже понимаем и причину конфликта, и как из нее выйти. И президент Зеленский-то неоднократно говорит, зачем выходить с набором банальных штампов и демонстрировать собственную интеллектуальную несостоятельность? Я не понимаю, когда идет речь о временном перемирии или фиксации нынешнего статус-квоя и так далее. Зачем это делать? Очевидно, что война такой интенсивности должна завершиться либо на условиях России, либо на условиях Украины. Для нас приемлемо только условия Украины, о которых мы выше немножко говорили. Еще хотел вот о чем уточнить. Президент Турции Эрдоган в интервью американскому телеканалу ПБС сообщил, что не теряет надежды организовать встречу Путина и Зеленского в Анкаре. Ну, опустим это. Я хотел следующее спросить. Понятно, что под вопросом, мягко говоря, это встреча. Он сказал, что есть некие договоренности Украины и России об обмене пленными в формате 200 на 200. Действительно есть такая перспектива? Давайте, смотрите. Что касается обмена пленок, это сложные процессы, да, и комментировать, естественно, процессы обмена, может, либо штаб, еще до обмена полу-неных, да, либо, собственно, президент, или есть еще и господин Ермак, который тоже активно занимается именно процедурами обмена, да, то есть работая с нашими партнерами, потому что, смотрите, обмен пленок, это действительно сложная сегодня процедура, в которой участвует не только Украина, но и ряд международных институтов, включая представителей того же ООН, и ряд стран-посредников, включая того же господина Эрдогана, да, но это много... и специальные службы ряда стран, это многокомпонентный процесс, в котором активную роль играет и президент Украины, прежде всего, и господин Ермак, прежде всего, и соответственные наши службы, включая специальные службы, которые занимаются этим, по сути, круглосуточно, 24 на 7. Вот будут результаты, вы увидите сами, когда президент выйдет и детально все это расскажет. Хорошо, по Генассамблее ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, вероятно, она действительно будет исторической, и на фоне происходящего в Украине, во всем мире начинает понимать, что Совет Безопасности, он в нынешнем виде не способен реагировать на угрозы мировому порядку, его необходимо реформировать, об этом говорил и тот же Макрон, и Шольц. Ваши ожидания от этой 77-й сессии Генассамблея? Известно, что президент Владимир Зеленский дал четкие задачи нашей делегации, в том числе, и желал бы, чтобы мы получили некую резолюцию по созданию специального трибунала над военными преступниками. Пожалуйста, Михаил, ваши ожидания. Это долгий путь, но который уже начат. Трансформация международных институтов. Они явно не выполняют свои посреднические функции, они явно не справляются с теми задачами и вызовами, которые, например, Российская Федерация, вторгшись в Украину, продемонстрировала. И, соответственно, но путь начат. Если раньше господин Зеленский, например, в прошлом году, позапрошлом году, когда выступал, говорил, что в таком виде ООН не справится с вызовами, да, и, в принципе, он как в воду глядел, да, мы и получили абсолютно катастрофическую ситуацию, когда институт-посредник не может выполнять свои функции. Так вот, в этом году, вы правы, абсолютно четко заявлено о необходимости скорейшей модернизации. И, например, первый шаг уже заявлен и господином Шульцем, и Макроном, и господином Байденом о том, что нужно обязательно расширить список членов странов, постоянных членов Совета безопасности ООН. Это очень важно, потому что там Россия очень часто играла определенную роль, деструктивную роль и так далее и тому подобное. Мне кажется, что этот шаг уже будет сделан, а дальше каскадно начнутся революционные изменения и в мандате ООН, и в функционале ООН, и в доминировании там тех стран, ну, типа России, которые долгое время за счет инструментов ООН позволяли себе требовать закрытия глаз на свои преступления у международного сообщества. Мне кажется, что дорога открыта. Будем ли мы сразу иметь те результаты, которые закладывает президент Зеленский, в данном случае в эту генассамблею ООН? Скорее всего, по полному объеме, конечно, нет. Но очень важно, чтобы президент зафиксировал наше безусловное право требовать, тот же международный трибунал. Он будет создан в любом случае. Наше право требовать изменения статуса России внутри ООН. Наше право требовать изменения статуса в Украине, Украины в ООН и так далее. То есть все это, я думаю, мы достигнем. Михаил, и последний вопрос. Вы Аллу Пугачеву любите? Слушаете? Вы знаете, у меня немножко другие музыкальные пристрастия. Абсолютно другие музыкальные пристрастия. Как расценивать ее пост? Раз больше послушаю Крип радиохет, да, с большей ситуацией. Разделяю. Разделяю. Дорс послушаю, да, или там какой-нибудь отель Калифорния. Ну, вы понимаете, да? То есть у нас немножко другие. Но, тем не менее, я хочу сказать, что, безусловно, поступок Пугачева с политической точки зрения крайне важен для начала вот этой трансформации в Российской Федерации. Это крайне сильный поступок именно человека. Да, она может там оценивать Украину, как она считает нужным. Для нас это не важно. У нас свои оценки, мы свою войну ведем и так далее. Но вот для внутреннего пространства ее заявление в поддержку господина Галкина вызывает абсолютно четкую ассоциативную дальше историю. Эта ассоциативная история говорит о том, что нету никакой эффективной вертикали власти в России. Эта власть должна закончить свое существование. И, в принципе, чем можно быстрее это будет сделать, тем больше шансов у России хотя бы частично сохраниться в тех, скажем так, исторических пределах, в которых она сегодня находится. Спасибо, Михаил, большое. Михаил Подоляк был в нашем эфире, советник главы Офиса президента. Узнается с ваших задачами. И тогда я vocêsuctопитаем, где přемонтуальное составляє. И одеваю, похоже, что он был доставлен, перекinse. Продолжение следует...